И вы можете дать оценку этой общине, что это все-таки такое и как нашим телезрителям к этому относиться? Это все-таки секта, если да, опасна ли она? Что касается определений, тоталитарная секта, такового нет в науке, в религиоведении она отсутствует. Хотя, в принципе, на обыденном уровне достаточно широко распространено. Прилагательно-тоталитарная, я считаю, абсолютно в данном случае не соответствующим действительности. По поводу секты, ну, вот в старом еще понимании, дореволюционном, в императорской России, секты назывались обычно, так сказать, малочисленные маргинальные религиозные группы, которые были каким-то образом оппозиционно господствующей Русской Православной Церковью Московского Патриархата. В настоящее время этот термин вряд ли может применяться, в частности, к данному религиозному объединению. Если исследовать буквы закона, а у нас такой закон есть, и он вполне демократичен, принят, о свободе совести и религиозных объединениях, то Церковь Последнего Завета, это официальное название, под которым закрестирована местная религиозная организация, по-моему, с 2000 года, она соответствует этому обозначению. Действительно, религиозная организация у нее есть. И вероисповедальная часть, есть структура определенная, есть небольшой клир священнослужителей. В современном российском обществе принято с недоверием относиться к подобным организациям, но считается, что там действительно помогают деньги у людей. Это насколько объективно, объективная оценка? С одной стороны, это шлейф, который идет еще от времени господства Русской Православной Церкви, когда она была государственной в 17-19 век. С другой стороны, очевидно, это эхо 90-х годов, когда действительно был такой наплыв в Российской Федерации различных структур, движений, общих названий НРД, ново-религиозное движение, где могли скрываться, ну, точнее, под зонтиком, с этим общим названием, могли быть обнаружены и такие, как бы, объединения, организации, мы сложно назвать, которые не регистрировались, которые, очевидно, это были такие случаи, наносили ущерб моральный, физический, психологический ущерб гражданам. Поэтому, очевидно, вот с того времени это осталось. Потом появились сектоведы, так называемые, которые вот этот термин стали как-то распространять. И сектоведение, как какая-то отрасль, почти научно, но это паранаучно, на самом деле, нет такого, такой отрасли нет в религиозе, сектоведении, поскольку нет объекта для исследований. Они стали этот термин активно педалировать. И, очевидно, вот в массовом сознании, как я сказал уже, частично шлев от старых времен, частично напуганных вот этими 90-ми годами, это отложилось и сложилось. Но ни под один термин, повторяю, это тритарная секта, данное объединение не подпадает. Это объективно можно исследовать. Наверное, все-таки больше это община людей, которые ищут свой путь, в какой-то степени они больше переориентированы даже не на чисто религиозное, а на такое эколого-социальное движение, какой-то поиск альтернативного пути в этой нашей сложной жизни. Ивессарион для своего времени, для начала 90-х годов и для части последователей, которые есть у него сейчас, он также предложил совершенно, в общем, понятные и, в общем, востребованные идеи. И это было, в общем, одно из самых открытых движений, потому что там перебывали и журналисты, там был Хлопонин, вот когда был губернатором, например, ему очень понравилось. Там были все религиоведы, там социологи, там, ну, кто только не приезжал. Церковь Вессариона, она как раз опровергает вот тот, значит, постулат о том, что все это возникает на фоне кризиса, там, турбулентности и так далее, страхов каких-то, потери ответственности. В общем, совсем нет. Вот господин психолог говорил по поводу того, что там люди бегут, отказываются от своей свободы, там, это потеря ответственности, совсем нет. Для большинства людей это как раз принятие очень важных решений в своей жизни, это определенные лишения, то есть они берут ответственность за, ну, те, кто там остается, конечно. Они просто вышли из зоны комфорта, как можно говорить. Это те, кто там остается, они, безусловно, берут на себя больше ответственности. А те, кто выходят и обижаются, ну, вот такие люди, они всегда возникают вокруг религиозных организаций, вокруг любых. А как вот вы приезжаете, например, туда, в свою научную экспедицию Братства Виссариона? Как они вас там терпят? Ну, они-то как раз, ну, то есть это вообще, мне приходилось довольно с разными, как бы, движениями работать. И бывает по-разному. Некоторые боятся, некоторые бывают и достаточно агрессивны, но виссарионовцы нет. Вот, там как раз все нормально, потому что это люди, которые, в принципе, говорят на нашем с вами языке, так сказать, educated rush. Вот, это образованные люди, это люди с высшим образованием. И это люди, в общем, ориентированные на, так сказать, толерантность культурную, религиозную. То есть, если я веду себя, ну, не оскорбляя, так сказать, их религиозных чувств, но при этом не скрывая, что я в все это не верю, если я честно объясняю, чего я от них хочу, какие вопросы я им задаю и что я собираюсь делать, то меня все будут терпеть, отвечать на мои вопросы и так далее. К тому же им просто предписано быть не агрессивным. Это одна из, как бы, важных идей в этом движении. Это миролюбие, отсутствие агрессии. Агрессия.